О ситуации на местах и достижениях вооруженных сил Украины, а также о том, какие действия сейчас предпринимают оккупационные войска Российской Федерации, будем говорить с военным экспертом Олегом Ждановым, он присоединяется к нашему эфиру. Олег, здравствуйте. 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 Ну, пожалуй, первый и важный вопрос, который интересует 35-я армия, ее уничтожение, или во всяком случае информация об ее уничтожении. Насколько эта информация соответствует действительности? О чем вообще может говорить, если даже там наполовину была уничтожена эта 35-я общевойсковая армия РФ? Не хватает одного слова в этом предложении. Подразделения 35-й армии уничтожены. То есть они доведены до состояния небоеготовности или небоеспособности. Вот предыдущий спикер, я послушал, он абсолютно правильно все объяснил, потому что здесь все армии Российской Федерации представлены в виде батальонно-тактических групп или отдельных частей. Вот когда, допустим, там бригады спецназа, бригада морской пехоты, они там практически в полном составе. Все остальное это части и подразделения вот этих общевойсковых объединений и соединений. Олег, буквально вот несколько дней назад вы сообщили о том, что сейчас в контранступление вооруженные силы Украины нашим солдатам идти пока рано в этом направлении с такой стратегией, тактикой. Вот ближайшая задача украинской армии это все-таки отстоять Донецкую область. Сейчас горячие точки это северо-Донецк, это Луганск, да, Донецк, вообще этот регион. Как вы оцениваете на сегодня успехи нашей армии? Ну скажу так, что за прошедшую неделю самое главное достижение, на мой взгляд, это то, что нам удалось стабилизировать фронт в районе Северо-Донецка. Фактически мы не просто стабилизировали, мы удерживаем практически все позиции. Да, в Северо-Донецке идут очень ожесточенные уличные бои и там динамичная ситуация, которая меняется каждый день. И часть города переходит из рук в руки. И на сегодня нельзя даже с какой-то либо точностью сказать, какую часть города мы контролируем. Но в любом случае огромное достижение для вооруженных сил Украины это то, что мы этот город удерживаем до сих пор. Вот вспомните, мы еще неделю назад с вами говорили о том, что вполне возможно мы оставим Северо-Донецк и отойдем в Лисичанский. Там будем держать оборону. Но мы отстояли город, мы ведем за него бои и удерживаем стенки коридора как с севера в районе Лимана отбиваемся, так и с юга в районе Попасной в направлении того же Бахмута и в направлении трассы. Вот сейчас буквально последнее сообщение пришло касаемо Северо-Донецка. Ситуация здесь ухудшилась, сообщает об этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Но ВСУ удерживает позиции в промзоне, собственно говоря, как вы и это только что тоже подтвердили. Значит, по словам главы, значит, господина Гайдая, ВСУ отбили половину города, поэтому уличные бои усилились и стали динамичнее. Однако украинские бойцы удерживают линию обороны и не дают врагу продвинуться дальше. В целом российские оккупанты значительно увеличили количество обстрелов Северо-Донецка и Лисичанска. Вот именно Северо-Донецк, многие говорят, что на сегодня это направление не является, скажем так, стратегическим для украинской армии, для того, чтобы полностью оттеснить российскую армию. Скорее всего, нам нужно отойти и направить свои силы в другом направлении. Так ли вы считаете? Смотрите, дело в том, что Северо-Донецк и Лисичанск это уже больше политическая задача, чем военная. Если мы сдаем эти два населенных пункта, если нас выбивают оттуда российские войска, то Россия имеет возможность объявить о своей победе в плане захвата Луганской области. Поэтому для нас крайне важно удержание хотя бы одного из них. Северо-Донецк, да, как я и говорил, мы должны удерживать по оценкам Генерального штаба. Если есть возможность, надо удерживать. Если такой возможности нет, надо отходить. Но Лисичанск, он с его положением, географическим положением и особенностями местности, можно превратить в неприступный форпост. Главное обеспечить его снабжение, через возможность его снабжения. И тогда, да, можно продолжать его удерживать. Что по вашей профессиональной оценке на сегодняшний момент мешает вооруженным силам Украины полностью взять под контроль Северо-Донецк? Выбить оттуда оккупантов? Нет, недостаточность артиллерии и вот именно дальнобойной артиллерии. Смотрите, вот сейчас вокруг Северо-Донецка и вокруг Северо-Донецка Россия при переходе в таких сложных ситуациях переходит в своей любимой тактике выжженной земли. То есть они идут огневым валом. Артиллерия, штурмовая авиация, армейская авиация. И удары, удары, удары сносят с лица земли. Все, что можно снести, ровняют. И таким образом они просто выдавливают нас с позиции. Вот это главная наша проблема. Та артиллерия, которая там есть, ствольная, она ведет контрбатарейную борьбу. Но с ближайшими тылами, с обеспечением на глубину 30-50 километров мы не можем, потому что нет, мы ждем. Вот появятся Хаймарс или М270 МЛРС. Вот тогда, да, тогда мы начнем громить сосредоточение войск в ближайшей глубине. Боеприпасы, склады ГСМ, пункты управления. И вот тогда, да, тогда передок будет, российский передок начнет просаживаться. Да, кстати, Путин говорит об обратном. Неважно, какие вооружения будут у украинской стороны, это никак не отразится на ситуации. В частности, он сказал это о системах РСЗО, которые должны быть поставлены Украине. Ну, я даже напомню, что он перед этим сказал, что они, эти системы, будут щелкать, как орехи. Но, вы знаете, я скажу так, что послушай Путина и сделай все наоборот. Вот, если он говорит, что это никак, значит, они этого очень боятся. Иначе бы Лавров не говорил на международном уровне, что это верхнеприличие поставлять такие системы Украине. И тут то же самое. Когда Путин говорит, что время играет на стороне России, так вот наоборот. Россия, мы сейчас видим реально, что оперативный резерв закончился. И фактически пополнение потерь идет с колес в людях и в технике. И Россия педалирует вопросы переговорного процесса, потому что понимает, что они на данный момент выдохли. Стратегически, если посмотреть на всех фронтах, они выдыхаются. И поэтому для них это очень будет больно. И нам, как только придут, мы получим преимущество. Олег, схематично. Опять-таки, вы военный человек, и для широкой нашей большой аудитории, многомиллионной по всему миру, очень важно понимать смыслы происходящего. Без уточнений, безусловно, понятное дело, это вопросы безопасности нашей армии, украинской и так далее. Вот сейчас, да, застопорилась российская армия, да, российская армия, и ВСУ не дают ей дальше проталкиваться. Опять остается Киев зоной того, чтобы это в первую очередь захватить его. Опять Одесса, это их цель. Но вот сейчас юг страны и восток Украины. В каком направлении украинская армия должна, в первую очередь, пойти в контрнаступление? Я бы этот вопрос отдал на прерогативу Генерального штаба. Им виднее, они знают намного больше, и им виднее, откуда правильно начать наступление. Ну, думаю, что судя по тому, что президент посещал сейчас Запорожскую область, вполне возможно рассматриваются вопросы начала контрнаступления где-нибудь от центра. Для того, чтобы попытаться, допустим, рассечь оккупированную территорию на две части. Вот это было бы один из возможных вариантов начала контрнаступления. Но очень важно. В принципе, я бы о контрнаступлении. Пока у нас первые предпосылки. Вот, допустим, захват Лацдарма на львом берегу реки Ингулец, это предпосылка к контрнаступлению. Давайте еще подождем вот одну-две недели, когда пойдут первые партии вооружения, мы поймем, в каких комплектах или в каком количестве оно нам поступает. И тогда мы будем понимать, что мы можем сформировать, какую группировку войск для организации контрнаступательной операции. Вот тогда мы будем говорить более-менее предметно. Пока это все теория. Ну и севера тут очень тяжело, скажем так, в возможном, да, даже не ожидании. Мы всегда в состоянии ожидания, безусловно. Но Лукашенко может ввести войска в Украину, если Путин его дожмет. Практически ваша цитата, буквально недавняя. И вот эта вот передислокация на белорусском направлении, на территории Беларуси, белорусской армии, да. 20-25 тысяч войск, по вашим данным, могут принять решение и вторнуться на территорию Украины. Уже силами белорусской армии. Да, ведем наблюдение и держим границу. Но вот Путин, если дожмет Лукашенко. Лукашенко, понимаем, что противится, поскольку это будет его поражение в какой-то степени и для внутренней, для внутреннего пользователя, для белорусов самих. А дожмет какими аргументами, как вы считаете? Или все-таки Путин будет по-тупому угрожать Лукашенко и сказать, что если не задействуешь свою армию, будешь свержен? Вот это единственный аргумент, который есть на сегодняшний день у Путина. Путин, скорее всего, угрожает именно отстранением Лукашенко от власти или его физической ликвидацией. Поэтому он, кстати, ищет консенсус с обществом в плане того, что если вы меня защитите, вот народное ополчение, то я гарантирую, что мы не вступим в эту войну. Кстати, сегодняшняя информация, это утренняя из Беларуси, это подтверждает. В КГБ Беларуси и начал очистку рядов силовиков с нижнего и среднего уровня. Причем убирают пророссийски настроенных офицеров. То есть он прекрасно понимает, что надо себя обезопасить. Ой, как интересно. Пророссийски настроенных офицеров, Олег Владимирович, вы сказали, правда? В том числе под лозунгом «Дорогу молодым» омоложение командного состава, в том числе убирают и пророссийски настроенных, ну, вроде как вычисляют провокаторов или там тех, кто за демократию, а на самом деле убирают, ну, так по разведсводке подается информация. Думаю, что это соответствует действительности. У него КГБ, он за счет своего КГБ и держится. Оно более независимое и более ему подчиненное. Оно не пророссийское. Там нету лояльных к России или очень мало агентов. Олег Владимирович, в контексте всей информации, которая у нас сегодня имеется, давайте возьмем ближайшую перспективу. Как, на ваш взгляд, могут развиваться события? Стоит ли ожидать некую оперативную паузу? Что будет, например, на Донецком направлении? Что будет на Луганском направлении? Я сейчас области имею в виду. Смотрите, ну, если говорить в стратегическом масштабе, то да, стоит ожидать оперативную паузу и стоит ожидать буквально развязывания политической войны со стороны России. Мы уже первые задатки с вами начинаем пожинать. Путин сейчас включит все речаги, все компроматы, которые у него есть, для того, чтобы попытаться посадить нас за стол переговоров. И мы видим, что такая волна начинает на Западе подниматься, что надо идти на компромиссы, надо дипломатическим путем решать. Это говорит о том, что Россия выдохлась и передышка для перегруппировки всех вооруженных сил и создания новых группировок для возобновления наступления. Но отдельные атакующие действия на одном или двух направлениях, а именно Луганском и Донецком, я думаю, что они не иссякнут и будут продолжаться еще долго. Вплоть до того, что просто будут гнать, вот как я уже говорил, с колес этих самых резервы и бросать их в бой. Интересное заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на Международном форуме по безопасности Global Security 2022. Он сказал, что до конца текущего года война России против Украины может завершиться. Как вы считаете, насколько такой вариант развития событий возможен? И что такое завершение войны? В какой формуле? Ну, тут очень много вариаций на тему особенно завершения войны. Почему? Потому что война может быть закончена... Мы уже убедились на собственном опыте, что война может быть закончена двумя способами. Либо поражением, либо победой. Третьего не дано. Все остальное это просто отложенная война. Поэтому, ну, я думаю, что министр обороны, скорее всего, опирается... Он же знает масштабы поставок, допустим, Ленд-Лиза. Он же ознакомлен с планом военных поставок. Поэтому он и рассчитывает на то, что, во всяком случае, горячую фазу войны мы можем закончить до конца года. То есть выйти на государственную границу. А дальше это либо будет перманентный конфликт, то есть Россия будет со своей территории обстреливать нашу территорию. Вот то, что мы наблюдаем сегодня на севере и северо-востоке Украины. Либо, допустим, произойдет смена политического курса Российской Федерации. Тогда, да, у нас есть шанс подписать с ними какое-то соглашение о сосуществовании двух государств на ближайшие несколько десятилетий. Да, будем следить. Спасибо. Олег Жданов, военный эксперт, который помогает нам сориентироваться в этом пространстве военном. Спасибо, Олег Владимирович.